Это Московская неделя, мы продолжаем. Столичные вузы приходят в себя после бурной приемной кампании и первых организационных недель. Первокурсники начинают понимать, куда попали, а преподаватели кого набрали. И вот тут выясняется, что московский студент уже не тот, что был пару лет назад. Что специальности сейчас в моде совсем другие, и что вероятность встретить в аудитории будущего голландского дипломата существенно выросла. Юлия Богоманшина выяснила, кого и чему сегодня учат московские вузы, и что делают, если бюджетных мест на всех достойных не хватает. Гордо нести по жизни звание ментилейца и не забывать родной вуз. Клянемся! Клянемся! Клятвы принесены, мечта сбылась. Они студенты. И результаты этой приемной кампании уже называют сенсацией. Да, юристы-экономисты по-прежнему популярны. Да, в медуниверситеты огромный конкурс. Но на первые позиции впервые за долгое время выходят инженеры. В Московский энергетический институт в этом году подано 20% больше заявлений, чем в прошлом. На информационную безопасность и вовсе было 47 человек на место. Сейчас все-таки этап этой четвертой промышленной революции, цифровой экономики. Умное производство, работа с большими данными, интернет вещей, киберфизические системы. И все это технологии, с которыми надо научиться работать. Причем популярностью пользуются не только IT-технологии, но и направления, связанные с энергетикой. И что удивительно, заведомо мужскую территорию технические университеты теперь покоряют и девушки. Вы не смотрите, что я блондинка. Мне энергетика нравилась всегда, и я в нее влюблена. Мне кажется, что она будет всегда актуальна, всегда нужна людям. Среди вузов самый высокий проходной балл традиционного МГИМО 95. И ежегодный ребус для приемной комиссии, кого брать на бюджетные места. На факультете журналистики, например, их всего 25. Все эти места заняли победители Олимпиады по литературе всероссийской. Все. А была девочка одна, у которой из четырех возможных было 404 балла. Потому что у нее были дополнительные баллы за ее успехи. За красный диплом, за чемпионские звания и так далее. А места нет бюджета. Ну, в общем, мы взяли, как говорится, на свой университетский кошт ее, не имея бюджетного финансирования. И если до введения ЕГЭ в столичных вузах было 70% москвичей, то сейчас больше половины из региона. Год от года в московских вузах растет и число иностранцев. Только в НИМО учатся студенты из 50 стран. Меня зовут Настя, я из Франции. Я постараюсь говорить по-русски. Она тут же, смущаясь, переходит на английский. На нем пока будет и основная часть занятий. Но выучить русский студенты иностранцы намерены всерьез. Сами принимали решение приехать в Россию. И не потому, что стоимость обучения дешевле. Нет, в МГИМО она на уровне других европейских вузов. Я планирую работать в Министерстве иностранных дел Нидерландов. А Россия интереснейшая страна. Они сейчас много пишут в прессе. Можно было приехать туристом, но я хочу пожить здесь и понять ее изнутри. Ариона Камура из Японии приехала учиться в Москву, в Афгик, на актерский факультет совсем по другой причине. Основа современного актерского мастерства находится здесь, в России. Потому что, конечно, Станиславский откуда? Из России. В Афгике сейчас, как и во все времена, уже в коридоре можно снимать кино. Репетируют, играют. Студентов в свои мастерские в этом году набирали люди известные. Абдрашитов, Инин, Ясулович. И приветствие для мастера уже спектакль. Я. 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 Мы. Игорь Ясулович и сам к своим студентам, конечно, присматривается. Поколения меняются. И нынешние мастера иногда пугают. Странно иногда слышать, какой продукт мы сделаем. В том смысле, какой спектакль поставим. Продукт. Как мы его будем продавать. Это что-то уже страшноватое. Мир больше не делится на физиков и лириков, утверждают эксперты. Все открытия и прорывы совершают с нас-таки самых разных областей. Мультидисциплины и универсальные специалисты в особой цене. Например, в Московском государственном университете экономисты с биологами открыли совместную программу. Это очень интересно. Вот казалось бы, совсем неожиданно. Впрочем, есть и то, что не меняется со временем и не отражается в данных статистике. Все получится, если профессия будет не только в тренде, но еще и по душе. Юлия Богомашина, Марина Глебова, Елена Макарова, Сергей Сенченко, Юрий Тимошин и Александр Давыдов. ТВ-центр.